Всем привет! Меня зовут Лена, мы в Зеленодольске. Сердце этого города район Полукамушки. О нем сегодня в нашей программе. Историческая справка. На рубеже 20 века между Францией и Россией становились дружеские отношения. В 1891 году был образован так называемый Франко-Русский Союз, впоследствии ставший Антантой. У французских инвесторов появилось желание активно вкладываться в развитие России. Особое внимание было уделено городам на Волге. Так, в 1898 году на участке Парадского отрезок Казанской губернии начинается строительство Сталилитейного завода. А вместе с тем появляются и первые жилые постройки. Сердце будущего Зеленодольска. Уже через два года завод был готов, а рядом с ним появился целый жилой квартал, получивший название французский. Именно он и называется Полукамушками. Каменную часть этого дома возвели еще в конце 19 века, но до сих пор никакая стихия не властна над ним. В чем же секрет прочности материала? Дело в том, что в строительную смесь добавляли яичный белок. Кто бы мог подумать? А думали французские строители о многом. Сначала дома проектировались как коттеджи для семей инженеров будущего завода и были одноэтажными. Затем с приходом советской власти и национализацией предприятия было принято решение увеличить жилую площадь. Сделали это очень просто. Надстроили второй этаж из дерева и сейчас Полукамушки выглядят так. Первый этаж красный кирпич, второй тесанное бревно, а сбоку деревянная лестница, спрятанная внутри веранды. Трудно поверить, но каких-то сто лет назад Полукамушки представляли собой единственные постройки в этой местности, определив дальнейшее развитие города. Вот эти дома дали и планировку всему нашему городу Зеленодольску. Ну, улицы стали параллельно этому кварту устроиться. Инфраструктура развивалась вот вокруг вот этих французских домов. Все туристы, когда приходят, я их всегда направляю вот в эти дома. Говорю, вот это самая старая часть нашего города Зеленодольска. Интересно, французы, они знаете, когда возводили эти дома, здесь в Зеленодольске был один сплошной лес. Вот ничего не было именно лес. И вот задаешься вопросом, откуда они брали воду, ну, для того, чтобы стирать, готовить там для жизни. А рядом с этим нашим кварталом, ну, районом французским, были городские озера. И вот из этих городских озер, которые находятся у нас тоже в центре нашего города, они вот как раз брали воду. Вот французы вообще такие дальновидные, все предусмотрели, все эти, ну, где построить. Ну, и планировали они здесь остаться надолго. Но, к сожалению, они рассчитывали, что в 1917 году произойдет революция там, ну, и им придется отсюда уехать. Сегодня полукамушки окружают современные постройки. На их фоне исторический квартал выглядит нелепо. Жители крохотных домишек, спрятанных в царстве стекла и бетона, смогли сохранить традиционный уклад жизни. Они старательно заботятся о своих участках, выращивают цветы и овощи прямо в центре города. Вокруг домов построены палисадники, где растут высокие яблони и вишни. И даже упавшие от сильного ветра дерево не повод для огорчения, а еще одно украшение родной земли. Местные жители с гордостью рассказывают о своей родине. С удовольствием показывают фотографии и картины о полукамушках. По их признанию, на московском Арбате за пейзаж отсюда туристы готовы выложить довольно приличную сумму. Любопытны полукамушки не только интересные истории их создания, но и своими знаменитыми жильцами, о чем говорят установленные на домах мемориальные таблички. Историки до сих пор спорят о том, когда же был построен район полукамушки. Но мы с вами точно знаем, что кирпичи для этого дома были созданы в 1879 году. Об этом нам говорит печать на этом доме. Кстати, интересный факт. В этом доме жил министр авиационной промышленности СССР Михаил Хруничев. Помимо Хруничева в полукамушках успели пожить известный мультипликатор Юлия Юльская, сам владелец завода Николай Бенуа и герой Советского Союза Иван Норкин. В постреволюционные годы полукамушки и вовсе считались элитным жильем. Сюда заселяли работников партии и высшее руководство завода имени Серго. К сожалению, глобальных реставрационных работ никто никогда не проводил, и сейчас дома постепенно разрушаются. Похожая ситуация была в городе Иркутск. Там деревянную часть в центре города построили еще в начале 18 века. В 2010 году всех жителей переселили ветхие дома, отреставрировали и превратили в зону отдыха под названием Иркутская Слобода. На месте старых неблагоустроенных бараков с нерашливыми заброшенными участками в центре столицы появился достопримечательный квартал с аккуратными мощенными променадами, красивыми историческими усадьбами, музеями, ресторанами и развитой инфраструктурой. Оглядываясь на Иркутский опыт, местные власти всерьез задумываются превратить полукамушки в крупный торгово-развлекательный комплекс. Местных жителей расселят по новостройкам, а старые дома отреставрируют, но сделают нежилыми. Здесь вполне могут разместиться кафе, кинотеатры, магазины и офисные помещения. Однако окончательный проект пока не утвержден, и жители продолжают ютиться в старых домах. Что такое полукамушки? Для нас это одна из достопримечательностей Татарстана. Для тех, кто жил здесь раньше, теплые воспоминания о прошлом. Для возможных инвесторов, лакомый кусочек земли в центре города. А для тех, кто еще живет здесь, тихое место, где жизнь идет своим чередом. На этом наша прогулка по историческому центру Зеленодольска подошла к концу. Смотри Unnamed Road, путешествуй с нами и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok